Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свои программы. 12 часов дня в городе Чикаго. Мы перешли Соединенные Штаты на летнее время, и теперь разница между Чикаго и Москвой составляет 8 часов, но, тем не менее, столько же времени как было, так и осталось на территории России. И, как всегда, в этот час по московскому времени мы беседуем с Сергеем Савченко, тарологом с многолетним стажем и руководителем Школы Русской Таро Центра Сангейтс, Радио Центра Сангейтс. Меня зовут Майкл Мелехов, и мы начинаем нашу беседу с Сергеем Савченко о таро. Сергей, вот я думал-думал, какую же придумать тему, как всегда я вам об этом не сказал, чтобы вы, так сказать, об этом не знаете. И теперь, да, я вас буду пытать в плане того, у нас есть второго, как и в игральных картах, четыре масти. И вот эти четыре масти представляют собой, что самое интересное, по ведической концепции Айурведы, четыре конституции. Точнее, даже не конституция, это тонкие элементы. Это земля, это огонь, это воздух и это, что у нас еще? Вода. И вода. Вот давайте мы разберем, какое имеет отношение вот эти тонкие элементы. Тут нет эфира. Эфир — это пятый тонкий элемент, самый-самый, там, будем так говорить, тонкий элемент. Вот что второе ознаменует, вот что ли так, вот эти вот тонкие элементы, если они что-то еще и означают? Я не очень понял вопрос. То есть есть соотнесение мастей со стихиями. Есть. Причем есть самые разные варианты соотнесения. Например, мечи могут соотнесены быть с воздухом. Это такое традиционное очень решение. Но мечи могут быть соотнесены с огнем. Каким? Мечи могут быть соотнесены с водой. Каким образом? Это надо спрашивать не у меня. Это надо спрашивать у авторов, у которых в голове это каким-то образом сложилось. Ну вот, например, есть такой автор, и Де Пикар. Мне сейчас лень вскакивать и рыться. Не вскакиваете. Да. Тебя надо сперечь. Он сделал колоду. Он сделал колоду в начале 20 века. Не помню дату, не помню. Вот он сделал там колоду. И в этой колоде он соотнес мечи с водой. Потом эта же идея была в достаточно интересной колоде. Гран Таро Эзотерика. Испанская колода. Фирма Форнье ее выпустила. И вот он там эту идею повторили. Потом эту же идею мы могли видеть на двух колодах Лос Карабео. Мистическая Таро Успенского. Еще одна. А, и это самое универсальное Таро Вирта. Они повторяют эту идею, повторяют эту концепцию. То есть, вот сказать, что есть там некая раса навсегда установленная, такого нет. Нет. Есть авторы, которые по-своему это все понимают, по-своему это все видят. Как-то у них там в ихних странных авторских головах это все соотносится. Я придерживаюсь классической схемы. Посохи огонь, вода это кубки, земля это пентакли, мечи это воздух. Ну, есть и другие варианты, как это соотносится. Ну, я полагаю так, что соединение этих элементов дает то, что называется действительно конституция, которую я вначале сказал, это вата-пита-кафа, соединение между собой. То есть, они, да, соединяются, поэтому, да, где-то в головах у людей, как вы говорите, те, которые это все ассоциируют с той или иной стихией. Да, но давайте поговорим о традиционном, именно так, как они означают. Вот есть ли, допустим, какое-то сочетание в этих мастях и одинаковая трактовка одного и того же, скажем, расклада, который выпадает? Я, Михаил, я не очень понимаю, что значит в мастях трактовка расклада. Значит, есть понятие стихия. Это глобальное, большое понятие, да. Второе, стихия проявляет себя дважды. Она проявляет себя как ранг, ну, допустим, тот же воздух, раз мы уже о воздухе заговорили, она проявляет себя как ранг. Как ранг – это рыцари, рыцари. И она проявляет себя как масть, да, это мечи. Ну, вот если брать ту схему, которой я придерживаюсь. И дальше я могу говорить только о себе и о своем понимании Таро, о том, как я это все понимаю. Значит, если мы переведем на язык Юнга это дело, то у нас что получится? У нас получится, что стихия проявляет себя как масть и как ранг. Что это значит? Как масть, она проявляет себя как стереотип суждения. Это то, как вы думаете. Как ранг, она проявляет себя как стереотип поведения. Это то, как вы себя ведете, как вы действуете, что вы делаете, почему вы так поступаете, как вы реагируете на какие-то раздражители. Собственно говоря, комбинация масти и ранга и делает меня некой уникальной картой, придворной картой. Это то, что касается придворных карт. То, что касается ситуационных карт от единицы до десятки. У них меньше вот этот объем понятий, которые туда включаются. Но для тех же мячей, в первую очередь, это действия. Но здесь проявляется парадокс. Вообще, мячи – это парадоксальная масть. В мячах намного больше говорится не о действии, а о бездействии. О ситуации, когда ты по тем или иным причинам действовать не можешь. То есть, когда твои действия блокированы. Они блокированы этим. Они блокированы тем. Они блокированы еще чем-то. Вот смотрите. Туз мячей. Действия. Двойка. Нет. Тройка. Нет. Четверка. Нет. Пятерка. Ты проиграл. То есть, ну, уже подействовал. Лучше бы ты не действовал. Шестерка – да. Действия. Семерка – действия. Восьмерка – нет. Девятка – нет. Пятьдесятка – нет. Сколько мячей, которые говорят о том, что ты не можешь действовать в этой ситуации. Что твои действия ошибочны, проигрышны. Там, короче, не действуют. Ну, именно потому, что они связаны с действием. И я, когда про ничьи дума, я всегда вспоминаю фразу, которую говорили римские сенаторы. Я сделал все, что мог. Пусть кто может, сделает лучше. Пожалуйста, делайте. Никакой проблемы нет. Кто вам не дает? Я считаю, что правильное понимание мастей и стихий, соответственно, как этих архетипов более высокого порядка, является ключом к пониманию Таро. Ни каббала, ни астрология, ни нумерология. Ничего из этого. Именно масти и стихии. Масти и стихии. Потому, что масти и стихии проявляют себя не только в младших арканах. Они проявляют себя в старших арканах. И в зависимости от того, насколько хорошо ты понимаешь эти масти, ты начинаешь чувствовать карты. Начинаешь видеть их взаимодействие. Начинаешь видеть комбинации, которые они образуют. Есть там удачное сочетание. Помните, это классическое? Тевтеля с рисом. Картошка с рыбой. Традиционное. Традиционное, да. Как лето, гречневая каша. Все, вопросов никаких нет даже. А есть нетрадиционное. Есть, когда мы всякие там начинаем мешать, потом пробовать, потом думаем, надо бы как-то незаметно это в мусорное ведро вылить, потому что немножко не получилось. И вот в зависимости от того, как у меня ложится расклад, я смотрю и я вижу гармоничное или негармоничное сочетание стихий. Вот даже есть такой расклад хорошие стихии. Мы просто раскладываем карты на место каждые стихии. У нас четыре стихии и несколько карт мы выкладываем в центр. И смотрим, где у нас гармония, а где у нас негоармония. Где у нас напряжение, где у нас конфликт, где стихия противоречивая там все. Как лежат карты? Хорошо лежат, красиво лежат. Нет бардак там все, напряжение, дискомфорт и все остальное прочее. Вот. Я не знаю, как это привязано к капе, питхе, тем более, что их три всего. То есть, я не знаю только аюрведических всех этих штук. Но то, что для меня ключ к пониманию Таро, это как раз стихии, масти, ранги относительно придворных карт работают. Это совершенно очевидно. А почему возникла и откуда возникла вообще такая ассоциация? Ну, зачем нам стихии нужны? Ну, есть вот это, вот это, вот это. Нам же не надо для трактовки. Мы ни разу не задумывались над тем, когда мы, допустим, и вы, наверное, когда делаете расклады, какой стихии это все принадлежит. Да, они что-то означают. Но второе для гадания, они имеют смысл? На каком уровне мы гадаем? Они имеют смысл только в плане, вот, не только, вернее, в плане, а они имеют смысл на уровне гадания. Значит, смотрите, я могу сделать, ну, вот как врач, да, то есть я могу дать вам градусник, померить температуру и сказать, 36,6, все, ты здоровый, иди отсюда. Вот, 39, ты забывай, ОРЗ. Ой, у меня не, у меня не, я не кашляю, ОРЗ, там все свободно. Вот, а можно же сделать МРТ, а можно сделать там кучу анализов и увидеть всякие разные тонкости. Если я там гадаю, надо, нет, быстро, вот вы мне там позвонили, у меня там что-то случилось, я успею, там не успею. Да, успеешь, нет, не успеешь. Тут не надо нам ни масти, ни стихи, нам достаточно базовых значений карты. Базовое значение карты – это три слова на карту. Я вам даже покажу сейчас таблицу. Вот у нас, русская школа Таро. Базовое значение карты, да, видите, три понятия на карту. И то, в некоторых случаях, это много, и двух достаточно. Вот это этот быстрый ответ. Но у нас, кроме этого быстрого ответа, у нас есть еще и исследование. Когда вы приходите и говорите, я ничего не могу понять. Я запутался, я не могу разобраться. Дикая какая-то ситуация. Или, допустим, магическое гадание. Я сейчас готовлюсь к работе над курсом. То есть, даже не курс готовлю, а готовлюсь к большой работе над курсом, связанным с магическим Таро. И думая о том, как вот это все может работать. Потерял мысль, что-то хотел сказать умное. Сам себя перебил и потерял. Да. И в зависимости от того, какие масти у меня упадают, как эти масти между собой комбинируются, я понимаю, какая магия была сделана. Какую магию мне надо делать, да. То есть, я смотрю, вот у вас проблема в отношениях. Типичная стандартная ситуация. Проблема в отношениях. Какая? Никого нет. Да, почему? Мы раскладываем карты. Проблема в масти земли. Проблема в стихии земля. И мы начинаем раскручивать это все. И мы начинаем думать, а в чем проблема? А как она себя проявляет? А как ее можно изменить? А нужно эту землю, вот эта земля дискомфортная, напряженная. Мы что должны сделать? Мы должны воды добавить. Мы должны земли убавить. Мы что должны добавить? Убавить, чтобы оно стало нормальным. Как мы должны это все сбалансировать? Как мы должны это выправить? Все. И вот, ну, если ты не понимаешь масти, как ты сумеешь это все понять? Никак. Абсолютно. Ну, да. Ну, вот меня действительно вот этот вот вопрос, то есть, как бы, интересует с точки зрения того, как, допустим, ну, ведь, смотрите, еще раз, я понимаю, что вы небольшой знаток этого, но вы наверняка это слышали о том, что, скажем, аюрведические врачи, они не делают никаких исследований, скажем, до того, как? Ходил к одному аюрведическому врачу. Да. Индусу, да, настоящему. Серьезно? У вас, у вас есть на вашей территории? Специально? Ехал, он тут всякое разное делал, значит, рассказывал, показывал там, все. Я пошел, не вопрос, пошел к нему, и он, значит, долго там, что-то мне рассказывал, и он меня определил таким типом, которым я не помню, кем он определил, вот честно вам скажу, потому что у меня это тут же выскочило из памяти. Но совершенно очевидно было, что он меня определил неизвестно кем. Кем я не буду и не могу быть просто по факту, потому что я его, ну, он мне там назвал кого-то, ну, ладно, хорошо, я запомнил. Он пришел домой и начал читать, никакого вообще близко нету. Там же ведь не только Конституция учитывается, там и внутренние всякие психологические штуки, модели поведения, все остальное прочее учитывается. Там просто близко нету. Вот это проблема у нас с индусами. А с индусами может быть, но я неоднократно бывал сейчас, в Индии, но я в другом, собственно говоря, хочу сказать, это он делал исследования, для вас давал рекомендации. Но вообще с чего начинает работу аюровидический врач, который принимает своего там пациента, клиента, он берет и щупает его пульс, но не так, как наши врачи щупают. Это тоже щупал, это тоже щупал пульс. Я понимаю, но тремя пальцами он щупает пульс в определенном месте, тремя пальцами. А почему три? Потому что каждый палец на Конституцию, вата, пита, кафа. И вот он определяет это. То есть так делает аюровидический врач, и так он дает рекомендации. То есть это самый первый, самый главный этап. То есть какой Конституции тела ты принадлежишь. После этого он идет глубже и определяет уже конкретно, почему идет разбалансировка той самой доши, то, что называется. Так вот, допустим, я просто пытаюсь провести какую-то аналогию, я понимаю, что это еще раз, эта методика совсем другая, но, допустим, приходит к вам человек, и он задает вам какой-то вопрос по здоровью. По здоровью. Ну, у него есть какие-то, допустим, у него лично есть какие-то проблемы. Ну, понятно, что вы не будете ему щупать пульс с тремя пальцами, вы этого не знаете. Но, тем не менее, вы делаете расклад, и поскольку каждая масть обозначает ту самую дошу, то вы можете увидеть, наверное, в таком раскладе какую-то разбалансировку в его состоянии. Если взять за основу именно о том, что вот эти стихии и есть вот это вот состояние, скажем, вот эти четыре стихии, то есть разбалансировка этих стихий приводит к болезням. Да, вполне. Но вы ориентируетесь все-таки на расклад, вы не ориентируетесь конкретно на масть, которая дает... Я все учитываю. Я учитываю, какие у меня выпали карты, я учитываю значения этих карт, я учитываю позиции. Ну, вот если я делаю расклад по стихиям, то я просто смотрю, куда какая карта легла, насколько гармонична и негармонична комбинация карт. Ну, вот каждая стихия – это три карты. Выпали какие-то карты. Вот насколько они хорошо лежат, насколько они там противоречат друг другу. То есть я уже не могу сказать, что вот я только значения смотрю, а масть не смотрю. Или еще я только масть смотрю, а значения не смотрю. Ну, конечно, нет. Я понимаю, но, допустим, если мы не говорим о старших арканах, а говорим о младших арканах, и там выпадают масти, и, допустим, выпадает, вы делаете пять карт, берете, и выпадает четыре карты одной, и только одна карта другой масти. А говорить ли это вам о чем? Вот само четыре... Иногда да. Иногда нет. Иногда да. Иногда это очень важно, а иногда это просто никакого значения не имеет. Ну, можете привести какие-то примеры, когда такой случай был, и когда превалировало не сам расклад, а и значение карты. Нет, я уже не помню этого. Не помните, да? Не помните, да. Я, Михаил, я забываю свои гадания через две минуты. Если я его не записал, все, я тут же вылетела из головы. Ну, я посчитал, 15 тысяч же даний. 15 тысяч... Их просто невозможно запомнить. Не-не, я понимаю, но просто вот, скажем, для меня, да, ну, вот как для игроков в покер, так, они выбрасывают карты, и вот вышло 5 карт одной масти. То есть, неважно даже, в какой они порядке стоит, значит, человек уже получает, я не помню, стрит. И это означает, что он уже по сравнению с другими имеет преимущество, так. И вот вы делаете расклад, и вам выпадает, ну, не знаю, на 3 или на 5 карт, вам выпадает 5 карт, это бросается сразу в глаза, почему-то выпало 5 треп разных, там, не знаю, значения, это понятно. Там выпало, это бросается вон за, это может иметь значение. При анализе расклада я подумаю над тем, имеет это значение или не имеет. Это может не иметь никакого значения. Может не иметь, но, тем не менее, вы этот момент учитываете, потому что я не помню, вообще-то говоря, с кем бы я ни общался, чтобы речь шла о том, что карты, представляя собой по всему еще, ко всему еще прочему, представляют собой стихии. То есть, они есть, как бы есть, да, это описывается. Это особенность нашей школы. Особенность, что вы учитываете этот фактор. Да. Да, ну, вот это правильно. С моей точки зрения, все должно иметь значение, иначе для чего уже это есть, правильно? Если висит ружье, оно же для какой-то цели висит, оно должно где-то в конце выстрелить. Ясно. Хорошо. Мы в прошлый раз с вами говорили о таких, скажем, в древности зашифрованных, возможно, 20 арканах, которые отображены, там, вот, там, может быть, модели сиферот, там, и так далее, каббалистической системы. Но вы больше, вот, как идет продвижение у вас по пути марселинского, создания нового, нового марселинского таро? Пока никак, я отложил, потому что я работаю сейчас над, сразу несколькими курсами, мне просто никогда этим заниматься. Я потихонечку работаю над каббалистическим таро, и вот, там лишки есть, но там проще, там понятнее, что надо делать. Разве там проще? Там проще, да, по сравнению с марсельским таро, там проще. Я получаю рассылки там от одной, не знаю, компании, вот, он, человек этот, он трактует это все с точки зрения Сиферота, с точки зрения Кабалы, Кабалы. Как вы считаете, есть ли какое-то, какое-то вот такое глобальное, глобальная разница, скажем, вот этого подхода и то, что вы лично занимаетесь или другие школы? Я же не знаю, о чем он пишет. Я же не знаю, о чем он пишет, мало ли о чем он там пишет. Ну, используют каббалистическую систему как именно способ готовить. Я делал тем, что в каббалистической системе бардака еще больше, чем второго. То есть, самые разные авторы пишут, что хотят, где в их странных головах это все берется, я не знаю, и даже, и не хочу знать, где оно у них там берется. Поэтому сказать, вот у меня только я на полку смотрю, у меня стоит штук пять разных книг по каббалистическому второму. Одни тупо переписали у других, четко видно, да, то есть, ты смотришь текст, о, я где-то это уже читал, точно, вот он один в один у нас есть. Одни написали свое, то есть, у них там, уже что, они там курили какую-то траву, я не знаю, ну, все свое написали, хорошо. Одни там написали свое, вот мы там ссылаемся на вот этого. Ага, понятно. А второй пишет, нет, это дурачок, вот я ссылаюсь на у того, вот тот умничка, вот все, и пожалуйста, ну, и они берут талмуды, купят друг друга по башкам, то есть, там возникает диспут какой-то научный. Поэтому, когда я напишу свое, естественно, мне все скажут, кто раньше писал, что ты ничего вообще не понимаешь, ничего не знаешь, ты тоже дурачок. Ну, хорошо. Я уже морально к этому готов и не переживаю по этому поводу. Понятно. И, допустим, такой корифей, как Элифас Леви, который, это псевдоним на самом деле, но он же, как бы, занимался именно, подход у него был кабалистический или не только? Вот по поводу Элифаса Леви, я чем больше читаю его тексты, связанные с Тарой, тем меньше понимаю вообще, какое он отношение к Тарой имеет. Я привожу в это вот пример показательный. У нас есть, он написал книгу по Таро, которая называется «Догма и ритуал высокой магии». Ее под разными названиями переводили, но вот по тем, которым я ее помню. Значит, у него 22 главы в первой части, в «Догмах», и 22, или там традиции переводят, традиции и ритуалы высокой магии. И 22 главы во второй части, то есть, по главе на эту самую, получается, в каждой части, по главе на карту. Значит, на карту колесница две главы у него там получается вы соврать. Точно помню цифры по одной, по второй части. Четыре тысячи слов. Четыре тысячи слов на карту колесницы. На седьмую главу. Из них 150 описания карты. Все остальное к карте не имеет никакого отношения. Четыре тысячи, сто пятьдесят слов. И это все. И точно так же по всем остальным картам. Просто по всем остальным картам. Поэтому, когда я начинаю думать, а что же, собственно говоря, Элифосливи сделал хорошего для Таро? Я, честно, я не знаю, что сказать. Кроме того, что он сопоставил, что вот эта карта соответствует этой еврейской букве. Хорошо. Причем, тут же нашлись товарищи в Англии, которые оплевали его, сказали, Элифос, ты ни черта не понимаешь, ты дурачок, мы знаем истину, а ты твое место в дурдоме. Но может, он занимался философским исследованием? Может, он и занимался философским исследованием. Мы не знаем, чем он занимался. Я просто вижу текст. Я вижу, что в этом тексте про карты просто ничего не написано. А оно и не могло быть ничего не написано. Дело в том, что карты, как таковые, они только в этот момент только нарабатывались. То есть, он буквально как баран взял эти карты и смотрит на них и пытается понять, а что же он может сказать про эти карты? Ничего. Почему? Технологии нет. Наработки на отказ системы нет. Что с этими картами делать? Непонятно. Появилась книга этого, как его зовут? Этейла, который ее преподносит как практическое гадание. И Этейла повлиял на развитие Терона намного больше, чем Ливии. Это вот без шуток сказать. Но он же не может это признать. Он говорит, нет, Этейла дурачок. Этейла занимается базарным гаданием. Нам не нужно базарное гадание. Мы будем про высокое. Давай про высокое. Про высокое не получается. Про высокое не получается, потому что не знаем, что писать. Давай выдумывать, что попало. Мили, мили, твоя неделя. Вот вам или фас ливи. А, или фас ливи. У него же ученики были, у него же последователи были, у него же подпюс там был, который тоже книжку написал. значит там... И не одну, кстати. Ну, по-твою он две написал. Двести слов на карту написал, сидит, думает, что писать, хрен его знает, что писать. А, ладно, и так сойдет. Он и по магии написал много книг, кстати? Да, по магии он вообще там, я их даже не считаю. Станислас Дегуято, который был учителем Освальда Вирта. Вот Освальд Вирт написал толковую книгу. Да, Освальд Вирт написал вторую магов. Толковая, хорошая, серьезная книга. Читаешь, хотя бы понимаешь, о чем там пишут. Он действительно пишет о втором. Так вот, Освальд Вирт, это 60 лет после Леви. Вот 60 лет потребовалось, чтобы вот тут весь хаос и бордельера, который у них был, чтобы он начал превращаться в текст. А Гуято пишет свою, или не Гуято, я его не знаю, как произносить, Станислас Дегуято. Ну, как запомнил, так и произношил. Он пишет тоже пару книг, по-трому. Я, когда только начинал вторую изучать, я думаю, ой, у меня нет этих книг, как же, я буду дурачок, я буду, ничего не буду знать, ама-яй-яй, ой-ой-ой-ой. Ну, все, сейчас у нас все хорошо. Две перевели, третью не написал, немножечко умер от передоза. Но он, правда, говорил, что он умер не от передоза, что он умер от этого, от магических войн. Кто написал? Гуято. Сейчас это точно глянуто. Он называется. Гуайто. Гуайто. Черт бы его побрал, от того Гуайто. Да. Вот он, я читаю, пытаюсь понять, что он написал. А я же помню, как я переживал, что я же узнаю, что Гуайто этот есть, что он писал книги по Таро, что там все это самое, что он послужил основой для Освальда Вирта. Вирта я читал, с Виртом все понятно. Я вообще не могу понять, о чем он пишет. Просто не могу понять, о чем он пишет. То есть, он настолько где-то там внутри себя, что мы просто не понимаем. Ну, вот, вранье Таро, оно все такое. Просто, оно все такое. Где-то вот до начала 20 века, до появления работ Уэйта, маломальских, понятных, и то понятных только в рамках младших арканов. То, что Уэйт пишет про старшие арканы, ты сидишь, читаешь, думаешь, хорошо. Я сейчас это самое, я поясню. Я это все рассматриваю с точки зрения практического применения Таро. Мудитировать, писать всякое странное про Таро, ума не надо никакого. То есть, достаточно пыхнуть на Сириус, и Сириус тебе там такого надиктует, что два дня будешь читать и еще не поймешь все равно. А практическое применение Таро это гадание. А практическое применение Таро это гадание. А все, кто отрицает практическое применение Таро, тут же улетают на Сириус. И на этом Сириусе им хорошо. Им хорошо, а мы не знаем, что с этим делать. Понятно. Хорошо, а что по поводу Алистера? Алистер, Алистер, Кроули, это, конечно, величина. Как говорят в Одессе, Алистер – это голова. У него какая проблема? Он создал новое Таро. Но он вместо того, чтобы написать «Пацаны, я сделал новое классное Таро», он пишет, что я построил все на Кабале и на Мирологии. Но у него как получилось? У него были какие-то идеи. Они у него башки там варились. Потом он это все выплеснул на бумагу. Вот у него между исходником и результатом пропасть. Как ее заполнить, он не понимает. Это мое личное ощущение. Я же не знаю, как у него в самом деле там башки было. Это мое личное ощущение, как это происходит. Значит, вот он вывод написал. Вывод прекрасный, замечательный. Описание карты, чудесное все. Потом он хочет как-то это обосновать. Начинает обосновывать. Возвращается к вот этому исходнику. А там пропасть. Он когда пытается обосновать, оно не получается. То есть, у нас... Вы помните школьную такую штуку? Называется «Таблицы Брадиса». Там все расписано. Синусы, косинусы. Там все расписано. Вот теперь представьте себе, что там везде после каждой цифры стоит пометка. А это мы посчитали особым хитрым способом. А этот, как вот мы посчитали, это неприменимо к тому, как мы посчитали предыдущую цифру. Вот у Кроули точно так же получается. Что вот здесь мы берем астрологическое соответствие, а здесь мы берем нумерологическое, а здесь мы берем каббалистическое, астрологическое. Астрологическое не берем, потому что оно не влазит сюда. Оно как-то противоречит нам, поэтому мы его и под стол туда ногой затолкаем, чтобы оно нам не мешало. То есть, если выкинуть вот эти его обоснования, а работать только с картами, никакой проблемы нет. Все чудесно. Если брать его обоснования, ты просто раз и разом утыкиваешься в отсутствии логики. То есть, постулат не соответствует выводу. Вывод не соответствует постулату. Тут есть еще какая проблема, что большинство товарищей, которые читают Кроули, они его не воспринимают критически. Кроули хангизакт. Кроули сказал, все, все, даже мы не оспариваем. Авторитет. Авторитетом задавил, да. Кто мы такие, чтобы спорить с Кроули? Кто Кроули такой, чтобы мы с ним не спорили? Вот проблема даже не в спорах. Тут проблема именно в понимании. И вот понимание, что мы вместо того, чтобы работать с тем, что Кроули действительно хорошо сделал, мы снова возвращаемся вот в этот каменный век, в эти каббалистические непонятки, в эти астрологические затумки, замутки какие-то. А в чем проблема? А проблема в том, что когда они это делали Таро, у них не было никакого другого языка, не было никакого другой понятийного аппарата, на котором можно было бы все эти идеи изложить. То есть, они этот аппарат создавали, но они его создали. Зачем теперь нам возвращаться? Это все равно, как мы сейчас с вами перешли бы к счету римскими цифрами. Это круто было, но 2000 лет назад. Сегодня у нас уже есть немножко другие системы счета. более удобные, более продвинутые. Нет, давайте. Давайте будем, давайте на пальцах считать, дюжинами. Ну, давайте. Ну, тем не менее, логика там какая-то есть. Я понимаю, что, да. Но он, вообще-то говоря, не только про Таро, он вообще много чего. У него магия занимает, по-моему, большее место, чем Таро, по-моему, в его творчестве. Он, конечно, очень много всего написал, и мы даже не спорим, что он молодец. Проблема только в том, что мы же говорим только о Таро. Мы ни о чем больше не говорим. Да, да. Ну, понятно. Хорошо. Дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, с нами сегодня в эфире был генерал-полковник российского Таро Сергея Савченко. И, несмотря на его перманентную занятость всего, он находит время, чтобы уделить нам его, так сказать, получить это общение и поговорить о том, что сегодня творится в мире Таро, за что мы ему очень благодарны. И, как всегда, это очень интересно. Сергей, большое вам спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам. Спасибо вам, что вы с нами. Как всегда, это было очень интересно. И мы ждем новых встреч Сергея Савченко. Спасибо большое, Сергей. До свидания. И до новых встреч. До свидания. Всего. Пока.